На то они законы, которые принимаются, чтобы их анализировать, как они работают и что они на выходе дают, какая результатива. Когда мы взяли анализ с 2007 года по ноябрь 2019 год, то есть за 12 лет неполных, то статистика говорит о том, что из 3021 проекта законов, которые были приняты и рассмотрены на седании Думы, 2820 законопроектов вынесли как раз те, которые предусмотрены и прямо указываются в федеральном 184 законе. И только 3, это 93%, и только 7% все остальные, о которых я говорил, то есть видите, какое КПД. Поэтому суть вот этих поправок, которые мы вносим, заключается в том, что оставить право законодательной инициативы за субъектами, которые прямо указываются в 184 федеральном законе. У нас за 25 лет работы Саратовской областной думы сложилась положительная практика работы над законопроектами, внесенными в областную думу. Интересы участников законотворческого процесса, конечно же, будут соблюдены, поэтому предлагаю рассмотреть внесенные данные законопроекты для принятия в первом и втором стиле. Мы ограничиваем большое количество субъектов законопроекта, которые осуществляют контроль общественный или другой. Они видят по-своему. И наша задача, как депутатов, при внесении этой инициативы, оценить объективность, в некоторых случаях и адекватность внесения этой инициативы. Но, тем не менее, такое право было. Не сломается ли это механизм? Дмитрий Сергеевич, я с удовольствием отвечу на ваш вопрос. По-моему, за два с лишним года вашей работы практической областной думы вы убедились, насколько тщательно прорабатываются те законопроекты, каким бы субъектом законопроектного права они бы не были внесены, которые направляются на получение заключения во все структуры, на проведение рабочих групп, комитетов и так далее. Поэтому до 2007 года Дома работала, действовала. Была определенная тоже практика, когда все законопроекты, которые вносил или губернатор, правительство, или мы депутаты, они также везде и сюда направлялись на заключение, здесь на работе и так далее. Более того, скажу, вы, наверное, тоже здесь убедились, те законопроекты, которые были внесены немногочисленным, вот я назвал всего ли 7% в областную думу, насколько кропотливо нам приходилось работать над ними здесь, скреплопачивать, делать, вносить и так далее, прежде чем их принять. По целому ряду законопроектов вы соглашаетесь, что мы были еще раньше за, и оказывается, мы были правы, что это надо было делать, и поэтому законопроекту мы вносили инициативу о том, что действительно надо разделение властей. И есть законы, которые принимаются, было одно видение, прошли определенное время, которое позволяло проанализировать эту практику работы, и вот, пожалуйста, мы пришли к такому выводу, и мы с моим коллегой выходим с таким предложением. А дело решается за всеми депутатами. Какое примем решение, такое будет. С принятием этого закона, видите, дату 2005 год, устав Саратовской области, прокурор был наделен правом правотворческой инициативой, и это полностью соотносилось с позициями федерального закона о прокуратуре, статьи 1 и 9, которые предписывают прокуратуре участвовать в правотворческой деятельности. Мы видим пробелы в правом регулировании, коррупционные факторы и другие вопросы, которые ставятся гражданами и предпринимателями при непосредственной работе, в ходе проверок выявляемых, и могли таким образом непосредственно участвовать в законодательском процессе. Исключалась целая стадия рассмотрения мер прокурорского реагирования, и уже на следующем заседании представительного органа возможно было пробелы в правом регулировании устранить. Видя такую ситуацию, в Генеральной прокуратуре, конечно же, эти позиции федерального закона усилены, издан приказ 243 Генеральным прокурорам, в котором отмечена необходимость непосредственного участия органов прокуратуры в работе представительного органа, в участии в законодательском процессе. Дословно, пункт 1.1.243 приказа приписывает использовать право законодательной инициативы представительных органов госмластей, и если прокуратура не наделена этим правом, инициировать соответствующие поправки путем направления предложения главе представительного органа или губернатору с целью наделения таким правом. Учитывая, что это право сейчас есть у прокуроров всех субъектов федерации, оно эффективно реализовалось. Мы, в свою очередь, узнав о этом, если честно, неожиданном законопроекте, направили информацию в областную думу на имя председателя, чтобы все депутаты могли ознакомиться с нашей работой за то время, когда, собственно говоря, этим правом прокуратура обладала. А, собственно говоря, исключая это право, вы исключаете целый оборот, целое направление участия в правоотворческой работе представительного органа, и единственной формой взаимодействия остается направление протестов, представлений и требований. На мой взгляд, на мой взгляд, подчеркнула. В прокуратуре все очень просто и довольно-таки ясно. Довольно-таки ясно. И не надо здесь вот эти выдвижения, что ваши права кто-то ущемляет и так далее, еще никто не ущемит. И давайте всегда, если статистику какую-то, факты приводим, то чтобы они действительно были, соответствовали фактуре. Скажите, главная прокуратура генеральная наделена полномочиями законодательной активы... А вы российские федерации? Подождите, я сам себя следую, потому что я знаю. Не наделена, естественно, это первое. Во-вторых, я скажу, все законопроекты, которые поступают в областную думу, может, я повторюсь, но они направляются куда? В областную прокуратуру для получения соответствующего заключения. Поэтому здесь не вижу я никаких оснований и для того, что нарушены у вас какие-то права или чем-то вы ущемлены. Как работали, так и работать дальше будем. Несен, как называемые, дополнительными субъектами права и инициативами достаточно высокие. Возьмем, к примеру, нашу Саратовскую областную прокуратуру. Вспомню прокурорский проект, закон о порядке эвакуации транспортных средств, предложенный кремя в 2016 году. Мы его приняли, но когда стали оспариваться в областном и верховных судах инициаторы, то сама же прокуратура указала его несоответствие федеральному законодательству. Во-вторых, принятие нам изменений в региональный закон об административных правонарушениях в части продаж устройств нагревания табака. Всех нас заверили, что обязательная оценка регулирующего воздействия была проведена и, как выяснилось позже, ее результат крайне сомнительный. Так как, назовем это мягко, так как большая часть участников даже не знала о ее проведении. Если субъект законодательства была бы не сама прокуратура, она бы обязательно отметила ее в своем заключении, а может быть даже протестовала, но не в этот раз, что показывает как раз конфликт интереса. На вопрос журналистов прокуратурно за вашей подписью Иван Анатольевич написал, в случае наличия информации, свидетельствующей о нарушении законодательства при проведении оценки регулирующего воздействия, значит, будем признательны за ее предоставление в прокуратуру Саратовской области. Вот ваш ответ за вашу подписью. Целую передачу про это сняли журналисты. Третье. Предлагавшийся рану прокурору введение тихого часа. Помните, да, вы хотели еще до 8 часов ограничить административный барьер на предпринимателей, которые не должны были на первых этажах шуметь, с 9 до 8 часов. И еще введение тихого часа, так называемые сиесты. С часу дня до трех дня. То есть, откуда такие у нас испанцы появились в прокуратуре область, тоже не пойму. Вот. Ну, хорошо, что потом, уже когда это вышло на массовое обсуждение, безусловно, у вас хватило ума, разума отозвать ее. Ну, наконец, закон по дольщикам, который раскритировал Вячеслав Викторович, и который, слава богу, мы с вами не пропустили. Вот. Ну, и мы не имеем вообще тут возможности говорить ни о каком качестве законопроекта. Я уж не говорю о других субъектах этого права. Хотелось бы, чтобы депутаты больше бы работали и качественнее работали над теми законодательными инициативами, которыми они могут делать. Особенно те депутаты, которые работают на постоянной основе, как и показывает практика, что они вообще практически ничего не выносят. Никто не запрещает работать через депутата. Предлагать это на рабочих групп, на комитетах. Вот. Я считаю, как раз это было бы взаимодействием. Спасибо. По существу мы пришли к следующему выводу, что те инициаторы законодательных инициатив, субъекты инициатив, это некие каналы информации с народом, с людьми. То есть бизнес-амбуксмен, уполномоченный правом человека, общественная палата, другие субъекты, это каналы, по которым информация идет в областной дом. Депутаты ее получают и решают, нужны эти законопроекты, принимать их или нет. Поэтому общее предложение следующее. Каждый канал брать по отдельности и анализировать. Какой канал информации оставить, какой канал информации убрать, как ненужный, неэффективный, неработающий и так далее. Почему мы это поддерживали в свое время и выходили с этой инициативой? Потому что мы считаем, что должно быть истинное разделение властей. Попробуйте депутаты влезть в избирательный процесс. Тут же избирательная комиссия скажет, что это не ваша полномочия. Вот хотите, принимайте законы, а туда не лезьте. Попробуйте мы прийти с какими-то проверками по каким-то предприятиям, с полномочием прокуратуры. Извините, вы нам напишите, а мы сходим. Вы нам напишите. Вот и здесь мы также говорили. Есть разделение властей. Если нужно принять какой-то закон, обратитесь к депутату. Мы с удовольствием его рассмотрим. Я уже поментировал вам, почему исключение механизма правоторжетской инициативы приведет к затягиванию срок корректировки закона, то есть установление в защите права граждан. И как следует увеличение мер по курорству реагирования в связи с пробелами, противоречиями областных законов и нидеральному законодательству. С учетом изложенного и учитывая вашу позицию по данному законопроекту, я просто информирую, что в случае, если этот закон будет принят, мы будем вынуждены обращаться к губернатору с тем, кто он воспользовал своим полномочиями и отхванил этот законопроект, потому что он идет в разрезе политики всех субъектов Российской Федерации. Спасибо. Уважаемые коллеги, достаточно было вопросов вступления, вопроса резонансов, поэтому я предлагаю внести проект закона на очередное заседание областной думы для принятия первого и второго чтения. Кто за данное предложение, прошу голосовать, кто за, кто против воздержался, принимается единогласно.